И мы начнем наш третий день с регулярного жанра, с разбора задач предыдущего квиза. Сегодня мы хотим с вами разобрать те четыре задачки по геометрии, которые по планиметрии, которые я для вас подготовил. Скорее всего, мы разобьем этот ролик на две части, на три, на разбор первых трех задачек и отдельно на разбор более интересной, более содержательной задачи под четвертым номером. Ну хорошо, начнем с первой задачи, такой довольно разминочной, которая предлагала нам найти градусную меру дуги АД окружности, заключенной внутри угла С на этой картинке. Что нам было известно? Нам было известно, что угол АЦО это 24 градуса, и мы с вами знали, что АЦ является касательной, а ЦО является секущей, проходящей через центр окружности. Мы, не мудрствуя лукаво, сразу же понимаем, что если есть касательная, если есть центр окружности, значит мы хотим провести радиус из центра окружности, само собой, к точке касания. Он всегда нам полезен, потому что всегда дает 90 градусов. Какое-никакое применение обычно этому находится. Фантастика. В общем, мы с вами вспоминаем, что угол АЦ равен 90 градусов. После этого события развиваются с утомительной неизбежностью. Сам Бог велит нам посмотреть на треугольник АЦ и заметить, что там мы знаем два угла, значит можно найти и третий, дополняющий до 180 градусов. Значит, угол АОЦ, как легко видеть, 66 градусов, а угол АОД будет тогда 114, как смежный дополнять уже 66 до 180. Мы с вами используем мой любимый прием, единственное, что я умею делать в геометрии. Мы считаем с вами углы. Если мы видим какие-то углы, мы пытаемся через них выразить как можно больше всего. Как вы могли видеть на примере нескольких датчиков из предыдущих роликов, это часто помогает. Ну, на этом задача буквально заканчивается, потому что мы знаем с вами, что градусная мера дуги соответствует величине центрального угла, который на эту дугу опирается. Значит, дуга АД состоит из 114 градусов. Случит ужасно, дуга состоит... Наверное, лучше было бы сказать, что градусная мера дуги равна 114 градусам. Но, надеюсь, вы мне это простите. Хорошо. Двинемся тогда с вами дальше и посмотрим на другую задачку, в которой окружность уже сидит не столь очевидным образом. Хотя нет, давайте лучше сначала с вот этой, с вот этой. Она попроще, на мой взгляд. Вот была прекрасная задача про прямоугольный треугольник АЦБ, в который как-то хитро впихнута окружность. Грех сказать вписанно, потому что вписанная окружность это довольно конкретная история. Вписанная окружность располагалась бы как-нибудь вот так. Ну, ладно, я 20 минут буду сейчас натюнивать, чтобы она аккуратно влезла. Ну, значит, сказал, что будут 20 минут, значит, будут натюнивать. Так вот, вот это была у нас вписанная окружность, а у нас не вписанная, а как-то хитро впихнутая, и то не целиком и не полностью впихнутая. Смотрите, мы знаем с вами, что CH это высота, мы знаем с вами, что K это середина катета CB, и больше мы вроде бы ничего не знаем. А надо найти радиус окружности, который формирует, если мы знаем, что гипотенуза равна 12 у исходного треугольника. Вот, задача может показаться не очень понятной. А как мы будем искать, какой радиус, как мы тут будем находить радиус, что же нам поможет. Теорема хинусов тут нам вряд ли поможет. Хотя, конечно, можно задаться вопросом, мол, как устроен треугольник CKH. Например, если мы в треугольнике CKH знали бы какой-нибудь угол и знали бы сторону, на которую смотрит этот угол, мы могли бы найти радиус через теорему хинусов. Но, к сожалению, такой вольности у нас тут нет. Но что же делать, если не бросается в глаза помянутая теорема хинусов, если тут не применяется метод площадей, если что, на всякий случай, держите в уме. Следующий факт, что часто какие-то редкие характеристики, вроде радиуса описанной окружности или радиуса вписанной окружности, можно находить через метод площадей. К примеру, знаете, вот вы три стороны треугольника, и вы как маньяк Хелий по теореме Герона посчитали площадь этого треугольника. Но ведь тогда вы можете с тем же успехом найти и радиус вписанной окружности или описанной окружности. Потому что у вас есть набор важных формул про площадь. Ну, наверное, это уже, может быть, на консультации обсудим, а сейчас, наверное, не время. Так вот, что же про площади тоже не похоже, что разговор ведется. Что же сделать? Ну, видимо, стоило бы нарисовать тогда какой-либо радиус или какой-нибудь диаметр, чтобы это нам помогло. И действительно, спасением в данной сдаче является идея нарисовать вот этот вот отрезок. К, давайте обозначим его П. К, П. Почему он нам интересен? Да потому, что мы с вами видим, что угол П, С, К является прямым. А прямой угол в окружности опирается всегда на диаметр. Значит, П, К это диаметр. Фантастика! Мы поняли с вами, что П, К это диаметр. Великолепно! Если бы мы что-то поняли про этот диаметр, мы могли бы с вами радоваться жизни. Могли бы с вами радоваться жизни. Но, к сожалению, наверное, пока, пока, пока мы не можем еще ничего про него сказать. Давайте подумаем, на что вообще похожа эта картинка сейчас. Вообще, визуально смотрится, будто бы П, К параллельно А, Б. Я думаю, вы можете заметить это по чертежу. Вообще говоря, учитывая то, что еще К это середина отрезка С, Б, нам у нас может появиться несмелая мечта, несмелая надежда в жизни, что треугольник Ц, П, К на самом деле подобен треугольнику А, Ц, Б. И что П, К является ничем иным, как средней линией. Хорошо, звучит очень амбициозно, обнадеживающе, я думаю, вы понимаете. Но как бы нам тогда это доказать? Как бы нам это доказать? Доказательство, на самом деле, будет вот такое довольно интересное. Смотрите, давайте посмотрим теперь, как нам пригождается точка H. А то она сидит тут, как будто бы без дела. А ведь не случайно. Не случайно она используется как основание высоты. Наверняка в этом всем есть какой-то смысл. Давайте соединим H с точками П и К. Легко понять, что так как треугольник ЦК, ХП является вписанным, то сумма противоположных углов равна 180 градусам. Поэтому вы, например, понимаете, что у вас треугольник П, Х, К, он прямоугольный. Вы понимаете, что вот тут у вас угол в 90 градусов находится, к примеру. Потому что он дополняет противоположные до 180. При этом вы знаете, что вот тут у вас угол в 90 градусов тоже. Просто потому что H это основание высоты. Но раз угол ЦХП добавляется до 90 градусов и углом ЦХК, и углом ПХА, то есть я имею в виду, что вот этот угол добавляется и вот этим до 90, и вот этим до 90. Мы понимаем, что, значит, два дополнительных угла равны. Давайте их красиво пометим, например, одинаковым цветом. Вот такой цвет и вот такой цвет у нас будет. Вот. И, в свою очередь, вы понимаете, что равны, например, еще и вот эти вот углы. Как дополняющие красные до 90. Мы находим, вообще говоря, на картинке уйму равных углов, если так-то присмотреться. Я думаю, все с этим согласны. Хорошо, 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 хорошо. Что мы дальше могли бы с вами сказать? Вообще говоря, дальше мы могли бы с вами сказать кое-какую мудрую мысль. Давайте посмотрим на треугольник ЦХБ. Вот посмотрим на нашего красивого треугольника ЦХБ. Мы можем с вами увидеть, что, во-первых, в нем ХК является ничем иным, как медианой. Я думаю, это хорошо видно, что ХК это медиана. Ну, треугольник ЦХБ, он же прямоугольный. А значит, медиана в нем равна половине гипотенузы. Редкий факт относительно, но, ну как, точнее, вру, что редкий. Важный факт, он уже не лежит совсем на поверхности, как многие из других, которые мы могли бы упоминать прежде. Но часто встречается в задачках на ЕГЭ и вообще где-либо еще. Поэтому рекомендую держать его в голове, что в прямоугольном треугольнике медиана, проведенная из вершины прямого угла, равна половине гипотенузы. Так вот, получим с вами, что треугольник ЦКХ, вообще говоря, оказывается сам по себе равнобедренным. ЦК равно КХ, значит, вот этот угол, тоже можно покрасить в прекрасный красный цвет. Здорово. Но как же использовать эту равнобедренность? Конечно, мы нашли что-то клевое, веселое, бодрое, но пока непонятно, что мы можем, как-то можем применить. Оказывается, что теперь, на самом деле, мы можем показать, доказать равенство треугольников ПЦК ПЦК и ПКХ. Ну, мы можем заметить, что эти два треугольника равны как прямоугольные по гипотенузе и по катету. Вы видите, что ПК у них общий, общая гипотенуза, а ЦК равно КХ. Значит, вообще говоря, у них выполняется равенство вот этих вот отрезков. Ну, думаю, что это довольно понятный факт. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте подумаем дальше, что бы у нас могло на этой картинке быть. Мы, на самом деле, на этой картинке получается следующий безумный факт, что у вас прямая КП, чем она является для угла ЦК-Х, для треугольника ЦК-Х. КП является, как мы с вами можем догадаться, в силу равенства треугольников ПЦК и ПХК, и в силу равенства еще и вот этих вот углов. У меня уже цвета заканчиваются. В силу равенства вот этих углов. Вы можете понять, что КП является медианой, ой, является бисектрисой. Но, значит, является и медианой, и высотой. И вы понимаете, что вот тут получается, у прямых ЦХ и ПК пересечение происходит тоже под 90 градусов. Ну, великолепно. Значит, ЦХ и ПК пересекаются под углом в 90 градусов. И, на самом деле, это приводит нас к счастью. Почему? Потому что, используя такое классное утверждение, как теорема Фалеса, может быть, вы помните о том, что если вдруг у вас даны два луча, о том, что у вас даны два луча, нет, может, поговорить, что с теоремой Фалеса может не тут применяется, а так. Как и в фильме по «Людей в черных», мы нажали на кнопку и забыли, что я сейчас говорил, чтобы я не перезаписывал это видео. Вот. Мы можем с вами просто заметить, что ПК параллельно АБ. Вот. Давайте этим и ограничимся. ПК параллельно АБ, потому что прямая ЦХ пересекает ее под одинаковым углом. Ну, или что то же самое, что вы можете там сказать, что у вас углы соответственные, какие-нибудь там равны, накрест лежащие равны. В общем, справитесь. Соответственные накрест лежащие равны. Или что односторонние в сумме ДСО-180. Любой из этих признаков работает. В общем, поняв, что ПК перпендикулярно ЦХ, мы понимаем, что ПК параллельно АБ. Но, значит, треугольник ПЦК, он будет подобен треугольнику АБЦ. Потому что мы с вами понимаем, что, вот как раз в силу теоремы Фалеса, мы понимаем с вами, что параллельные прямые высекают пропорциональные отрезки на сторонах. То есть, в данном случае параллельные прямые ПК и АБ высекают пропорциональные отрезки на лучах АС и ЦБ. Мы понимаем с вами, что оказывается, значит, и вот тут получится у вас две палочки величина, что, в принципе, тоже можно было понять более простым способом. Рассмотрев треугольник АЦН и сказав, что ПХ это медиана. А медиана равна... А медиана равна половине, соответственно, гипотенузы. Ну, то есть, треугольники АЦН мы видим, что этот отрезок равен такому. Хотя мы не знали, что П это середина, да? Нет, значит, не могли так раньше понять. Ну, ладно, это меня что-то принесло. В общем, мы понимаем с вами в силу теоремы Фалеса, что раз ПК параллельно АБ, то у вас треугольники АЦБ и треугольники ПЦК будут подобны. При этом, как легко заметить, с коэффициентом 1, 2. Потому что АЦК это половина от ЦБ. Но, значит, раз они подобны, коэффициент подобия 1, 2, ПК будет равно половине АБ, то есть 6. Но ПК это диаметр, значит, радиус будет равен 3. И мы добрались до ответа. Вот такая задача, которая помогает вам вспомнить и про медиану, и про медиану в прямоугольном треугольнике, проведенной из вершины прямого угла, и про теорему Фалеса, и про параллельных прямых немножко поговорить. И вообще много о чем прекрасном. И в частности о том, что если вы видите прямой угол покручности, смело проводите диаметр. Он вам пригодится. Третья задача, которую хотелось бы обсудить, она все-таки, мне кажется, на самом деле проще, чем вторая, это я погорячился с порядком. Убладая следующей спецификой, вы берете сторону, которая равна корнию двух треугольники, и говорите, мол, проведем две высоты, две высоты из вершины этой стороны. Тогда у вас получится треугольник BNMC, на который я прям предлагал обратить внимание. Но чем же он так хорош? А хорош он тем, что он удовлетворяет требованиям к определению вписанного четырехугольника. Есть такой критерий вписанного четырехугольника. Четыре точки будут лежать на одной окружности, если углы при диагоналях будут равны. Ну, например, угол BNC равен BNC. Вот BNC равен углу BNC. То есть углы при диагоналях, опирающиеся на одну и ту же сторону, равны. Значит, четырехугольник является вписанным. Собственно, вот почему эта задача вообще посвящена тематике окружности. Но, найдя тут окружность, дальше решить ее совсем не трудно. Зная угол B и угол C, мы можем легко найти угол A. А он дополняет до 180 углы в 60 и 75 градусов. Значит, он сам из себя представляет 45 градусов. Это нетрудно посчитать. Далее. Что мы можем с вами сказать? Да много всего прекрасного, на самом деле, можем сказать. Мы же хотим с вами найти сторону NM, отрезок, соединяющий основание высот. Мы хотим найти NM. Но, раз мы знаем, что вот тут 90 градусов, в этом треугольнике BMA, мы знаем, что у нас M это основание высоты, мы можем с вами понять, что вот тут тогда, в угле ABM, тоже сидит 45 градусов ровно. Ну, потому что треугольник ABM по-прежнему сумма углов 180. Один угол 90, другой 45, и третий, значит, тоже будет 45. Прекрасно. Значит, мы можем с вами смело сказать, что в треугольнике BNM мы много что знаем о жизни. Мы знаем угол 45 градусов, он смотрит на сторону NM, загадочную для нас, а радиус описанной окружности вокруг треугольника BNM равен коренью из двух. И это твой выход, это твой выход теоремы синусов. Мы знаем с вами, что NM поделить на синус 45 градусов будет равно двум радиусам. В нашем случае два радиуса, это и есть диаметр, то есть корень из двух. И мы получаем, что NM делить на синус 45, что, как известно, корень из двух на два, равно коренью из двух. И, проводя элементарную арифметику, получаем, что NM равно просто-напросто единиц. Вот такая вот прекрасная сдачка, в которой очень хотелось напомнить вам про теорему синусов, которую я, как вы можете понять, нежно люблю, и про 90 градусов, которые смотрят на одну и ту же сторону. Да и не обязательно 90, просто по равные углы, которые смотрят на одну и ту же сторону в четырехугольнике. Это верный признак вписанного четырехугольника.